Здравствуйте! Вы смотрите программу истории одного рода. В последние годы очень много людей стали интересоваться историей своей семьи. И наши герои, о которых мы уже рассказали, о которых еще расскажем, часто говорят одну и ту же фразу. Как жаль, что многое упущено, что вовремя не спросили, а теперь спросить уже не у кого, старшее поколение уходит. Но остаются воспоминания, фотографии, и благодаря уважительному отношению к своим предкам сохраняются вот такие истории. Жизнь человека только в миг, в безбрежном времени вселенной, и только в памяти живых она становится нетленной. Все это так. Да вот беда, что забываем иногда, откуда мы, кто наши предки. И действительно, кто наши предки? Род. Род Родина. Слова одного корня. Человек рождается и умирает, чтобы продлить свой род. Зоя Федоровна и ее внучка Светлана уже несколько лет занимаются историей семьи. Корни их родословного древа в Самарской губернии. Там жил их прадед Федор Духанин. Однажды к ним в село приехал чиновник и говорил о том, что тем, кто переселится на Дальний Восток, будут предоставлены льготы. Ну и тогда многие семьи, в том числе семья Духанина Федора Семеновича, подумала, что если там на Дальней Восточной земле соберутся люди, равные по своему положению, то, может быть, и жить будет легче. Приехали Духанины на Амур и поселились в селе Жариково Тамбовского района. Их потомки и сейчас живут там же, на земле своих предков. Еще в Самарской губернии в 1890 году у Федора Духанина родился сын Семен. Так продолжается летопись семьи. Фотографии Семена Федоровича и его жены Анны Михайловны Косицыны сохранились, так же, как и воспоминания о молодости Семена Духанина. Семену Федоровичу в то время было 14 лет. Вот революцию он встретил в Петрограде. Вообще был он активным очень человеком. Человеком, который участвовал в боевых действиях первых красногвардейских отрядов. И самые горячие точки в 16-17 год он был именно в гуще вот этих событий. То есть был в Петрограде в основном. После возвращения, после свяжения, значит, установления советской власти он вернулся сюда, на Дальний Восток, именно в село Жариково. В годы Гражданской войны и установления советской власти на Дальнем Востоке крестьяне страдали больше всего. Селы переходили то к белым, то к красным, то японские солдаты хозяйничали, то партизаны. Семену, как и его односельчанам, нужно было и воевать, и хлеб растить, и детей поднимать. Было их у Духаниных 10 человек. Он жил полнокровной жизнью. Ему было до всего дела. Он был членом правления. И вот в один из таких дней, одного заседания правления, подошла машина, а люди уже знали, что эта машина с кузовом даром не приходит, что она увозит порой людей, и люди больше не возвращаются. Вот таким образом, прямо с правления взяли жариковцев активных и увезли, как говорится, в неизвестном вроде направлении. И среди них был Семен Федорович. Даже не дали попрощаться. Мама Надежда Семеновна, она вспоминала. Вот у нее было двоякое чувство. Ну как это так? Советская власть, вроде боролись за нее. И раздвоение души происходило, что советская власть, вроде завоеванной именно этими людьми, и этих же людей, именно лучших партизан, лучших руководителей там, и вообще лучших жителей села, забирали и увозили. И многих навсегда. Так вот и увезли отца нашей мамы Надежды Семеновны. Семен Федорович был расстрелян 27 мая 1938 года. Анна Михайловна растила детей одна. Всем старалась дать образование. В селе была хорошая четырехлетняя школа. Построили ее сами жариковцы. Прошло общее собрание. Крестьяне хотели, чтобы дети учились. Вот именно в 20-х годах. И они такое сделали постановление, что на каждого ребенка закупить по одному бревну. И вот бревен было столько много закуплено, что была построена двухэтажная школа. Надежда Семеновна Саяпина, одна из дочерей Семена и Анны Духаниных, тоже училась в этой школе. А перед войной, уже после ареста отца, закончила курсы трактористов. В военные годы механизаторами работали девушки. На войне Надежда потеряла первого мужа, Павла Советникова. И уже после войны вышла замуж за фронтовика, односельчанина Василия Саяпина. Военные воспоминания своего деда Светлана знает почти наизусть. Спешат тягачи с орудиями, танки, штурмовики. А моему прадеду, перевозчику снарядов, никак не перебраться через речушку. И тут на помощь приходит чешка, отдает новые бревна, заготовленные для своей избы на переправу советскому батальону. Снаряды подвезли вовремя, но прадедушка вспоминал, съездить бы в Чехословакию и сказать большое солдатское спасибо. Спешки-то и не поблагодарили. Василий Кузьмич и Надежда Семеновна дали начало новой ветви генеалогического древа – Саяпинах. В семье росли трое детей – Владимир, Валентина и Сергей. Теперь уже у них свои дети и внуки. Вообще хотели мы продолжать, но дело в том, что многих сейчас, конечно, уже нет, хватились-то поздно. Но нужно знать, потому что именно если мы не будем знать вообще своих родственников, свое прошлое, не будем знать историю страны, а как говорят о том, что если люди ничего не помнят, забывают свое прошлое, то через 40-50 лет снова может все повториться. И это мы видим сейчас на примерах в мире, да? На примерах стран. Поэтому знать историю своего рода надо. Вот и завершилась еще одна программа, в которой рассказывается о жизни на Амуре нескольких поколений одной семьи. А если вы хотите стать героями передачи, звоните 222-733. Мы расскажем историю вашего рода. А на сегодня это все. До свидания. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok